В Цивильске боксеры Чувашии в возрасте от 12 лет и старше вместе с коллегами из Татарстана, Башкортостана, Мариэл, Санкт-Петербурга, Ульяновской и Нижегородской областей в 17-й раз разыграли награды всероссийского турнира «Мужество». На кого держат равнение мастера кожаной перчатки, узнал наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Сегодня спорт это не просто борьба за распределение мест на призовом подиуме. Это еще урок мужества и патриотизма. В Цивильске прошел всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти Михаила Егорча и Михаила Николаевича Красного. За наших. Девиз соревнований юных мастеров кожаной перчатки – это не только дань памяти тем, кто помогал развивать бокс в муниципальном округе. С потерей отца смириться очень нам тяжело, но благодаря этому турниру по боксу, который наш папа очень сильно любил, его память жива. Турнир – это еще и урок упорства, преодоления преград в достижении поставленной задачи. И об этом своим коллегам рассказывал кавалер боевой медали за отвагу, воспитанник отделения бокса Цивильской спортшколы Александр Сорокин, ныне проходящий службу в зоне специальной военной операции. Я не мог пропустить турнир, потому что когда-то я участвовал на таких же соревнованиях, и сегодня 12 моих служивцев по боксу находятся в зоне боевых действий СВО. И я хочу сказать, что школа цивильского бокса учит не только патриотизму, но и искусству побеждать. Слова и советы старшего коллеги дошли до сердец цивильских файтеров. Шесть воспитанников отделения бокса спортшколы «Асамат» вышли в финал турнира. В числе великолепной тройки, сумевшей подняться на верхнюю ступень пьедестала почета, был и лучший боксер Чуваши 2022 года. Кандидат мастера спорта Андрей Рахчеев, он в красной майке. В упорном поединке, сломившей сопротивление представителя Нижнекамска Айдара Фасахова. В этом году сезон у меня получился безмедальный на всероссийских соревнованиях, потому что отдавал много сил учебы. И где же черпать силы, если не в родных стенах, не у себя дома. Цивильские соревнования для меня это уже обязанная традиция. Я просто не могу не выступить на соревнованиях в Цивильске. Воспитанник заслуженного работника физкультуры и спорта Чуваши Николай Ремеслова стал обладателем и спецприза за лучшую технику. А вот звание лучшего боксера состязаний удостоен представитель республики Мариэл Артур Осетрян. Вячеслав Ильин. Вести Чувашия. Продолжение следует.